Добрый вечер. Рады приветствовать вас на цикле лекций «Герои архитектуры», который проводит журнал «Проект Балтия» и проект «Новая Голландия. Культурная урбанизация». Лекцию сегодня проведет Андрей Бархин, архитектор, историк архитектуры, представитель московской династии зодчих. Андрей расскажет нам про арт-деко и стилевой параллелизм в архитектуре 1930-х годов. Это такой самый необычный и очень пафосный период зодчества нашей страны 30-х годов XX века. Андрей, прошу. Добрый вечер. Я благодарю вас за интерес к нашей теме. Благодарю, естественно, организаторов. Очень рад выступать здесь, в Петербурге. Очень люблю этот город. И сегодня мы поговорим коротко о теме, которую я исследую последние лет, наверное, 10. Это архитектура 30-х годов. Мы будем сегодня много говорить о сталинской архитектуре, о предвоенной архитектуре и об архитектуре арт-деко. Еще недавно за эти шесть букв, можно сказать, убивали в коридорах научно-исследовательских институтов, а за использование дефиса в этом слове приканчивали уже окончательно. Но сейчас уже времена не те. Сейчас мы спокойно можем говорить о стиле арт-деко, и сегодня мы попробуем с этим совсем разобраться. И, собственно, мы будем говорить коротко о сложном, коротко о двух вопросах. А, собственно, первое – это была ли советская архитектура 30-х годов тоталитарной? И было ли это проявление стиля арт-деко? Это очень интересная тема, и я посвятил этому ряд публикаций, я об этом еще скажу. Наверное, одним из таких наиболее понятных, очевидных примеров так называемой тоталитарной архитектуры является Дом Советов Ноя Троцкого на Московском проспекте. Это, конечно, очень такая величественная монументальная архитектура, вот вы все ее прекрасно знаете. И когда мы говорим об этой эпохе, когда мы говорим об эпохе сталинского искусства, то в памяти всплывает вот эта вот тема, тоталитарное искусство, искусство такого некого монолита. Ну вот на этом коллаже Лисицкого этот монолит, вы видите, как он, это еще 20-х годов, но в каком-то смысле это относится и к сталинскому искусству. Осмыслению этого искусства как тоталитарного посвящена серия книг знаменитых, которые, я думаю, что вы читали. Это книги Голомштока, который так и назвал свой труд «Тоталитарное искусство». Это книга Папернова знаменитая «Культура 2» и книга Гройса «Гезам Кустверг Сталин», она по-русски, как-то так по-немецки называется. Но, собственно, в этих книгах высказывается идея некого вот этого мощного монолита 30-х, 50-х годов сталинского искусства. Но сегодня мы будем говорить об этом по-другому. Если говорить об этих книгах, которые в конце 80-х, начале 90-х осмысляли это искусство, то я бы ваше внимание обратил на другую книгу. Это книга Морозова, Александра Морозова, которая называется «Конец утопии». Вот она как раз, мне кажется, точнее анализирует сложность этого времени, 30-х годов. На примере скульпторов, художников того периода он говорит о том, насколько разными были пути этих мастеров, какие у них были разные стратегии творческие. И я в качестве некого эпиграфа к нашему этому осмыслению сегодня и исследованию приведу его цитату «Революционная утопия дала стимул и искусству циничной пропагандистской агрессии, и искусству чистой веры, и искусству заговаривающему боль». Вот это очень интересно, как Морозов приводит разные примеры, он показывает многогранность, сложность этого времени. Он говорит об этом на примере живописи, но мы будем говорить об этом на примере архитектуры. Буквально в прошлом году, если я правильно понимаю, вышла очень интересная книга Николая Эпли, которую я тоже очень советую, которая говорит о том, как можно было бы прорабатывать вот это тоталитарное прошлое, неудобное прошлое. Очень умный текст, советую. И если говорить кратко, то специфика архитектуры 30-х годов – это то, что это была архитектура очень сложная, которую невозможно объединить, описать одним термином. Это архитектура, которая не вписывается в прокрустово ложа терминов. Вот подходя к такому сложному материалу, мы, тем не менее, будем говорить о стиле, о стиле классики или ар-деко, в зависимости от необходимости ситуации. И вот, собственно, наша тема – это ар-деко и стилевой параллелизм в архитектуре 30-х. Вот эта известная фраза, которая звучит как «догнать и перегнать Америку», она на самом деле была сочинена не Хрущевым, а еще даже в 20-е годы. Видите, плакат. Это плакат какого-то 28-го, что ли, года. И понятно, что наша страна должна была догнать западные страны. Причем почему-то там непонятный какой-то крест просматривается. Хотя, наверное, главным конкурентом для СССР, может быть, даже была Америка в те годы, а не Германия, которая была ослаблена поражением в Первой мировой войне. И, в общем, Германия тогда вряд ли была, так сказать, в этом смысле лидером. Тем не менее, там чуть ли не свастика изображена, если я правильно понимаю. Вот. На этом плакате. Плакаты, повторяю, 20-х годов. Когда мы говорим об тоталитарной архитектуре, то нам приходит в голову некая архитектура очень жесткая, очень такая вот, ну, примерно такая. И если вы скажете, что да-да, это хорошая иллюстрация, то я вам скажу, что это Нью-Йорк, 30-х годов. Или вот, например, еще одно очень тоталитарное здание, очень тоталитарное. Сейчас еще разок. Вот так совсем хорошо видно. Я надеюсь, вы видите, что оно очень тоталитарное, да, вот здесь. Вот. Но на самом деле это всего-навсего здание почты в Чикаго, 30-х годов. И когда мы говорим об использовании термина ар-деко, то, собственно, тут я хочу сослаться все-таки на авторитеты и сказать, что этот термин советской версии ар-деко, он использовался, как выясняется, буквально в целой череде книг и статей. Поэтому это, в общем-то, ни в каком-то смысле не моя выдумка. Все вот эти мастера, исследователи, вы можете найти их публикации. И среди этих авторов, которые придерживаются этой концепции существования советской версии ар-деко, мои тоже статьи, которые выложены на сайте Archi.ru, вы можете их все найти. И когда мы говорим об этом стиле, то первым шедевром советского ар-деко стало здание библиотеки Ленина в Москве 1928 года. Это очень важно, потому что этот проект, настоящий проект 1928 года. То есть это было построено под проектом 1928 года. И когда мы сами читаем, что это было построено и чуть ли не во время Второй мировой войны было закончено, то просто это было сложное большое здание, и поэтому такие были длинные даты. А по сути проект полностью вот с этими рельефами, с этими очень красивыми тонкими колоннами черными, с этими лопатками здесь на боковом фасаде. Вот эта вся эстетика, это все-все было выдумано и опубликовано в 1928 году и так и построено. Это интересно. Сейчас не сможем долго сказать про выставку 1925 года в Париже, которая, собственно, подарила термину ар-деко и его имя. У меня есть статья на эту тему отдельная, вы можете тоже найти ее на архиру. Просто скажем, что это было разнообразие павильонов, которые были очень декоративны. И, собственно, от этого слова деко, ар-деко, видите, вот во французском названии выставки, вот от сокращения этого названия этот термин ар-деко, этот стиль ар-деко и пошел. С таким же успехом мы бы могли назвать этот стиль, стиль Тамары Олимпийский, которая была участницей выставки 1925 года, кстати говоря, стилем Рульмана. Рульман был лидером французской мебели, был гениальный мебельщик того времени. Стилем Пуаро, да, мы с вами все смотрели сериал Пуаро. Вот если вы чувствуете, что мимо этого здания или в этом здании может существовать Пуаро, значит, перед вами ар-деко. Это очень легко понять. Это очень легко понять, и тем не менее это было много лет абсолютно невозможно объяснить. И я сталкивался с ситуацией, когда мне говорили, ар-деко нет. Вот вы можете себе представить чувство исследователя, которому говорят, этого нет. Это очень интересное чувство. То есть тебе нужно доказать уважаемым людям, много сделавшим в науке в своих отраслях, в своих веках, которыми они увлечены, что твой стиль есть. Это очень интересная тема. Так вот, американская архитектура рубежа 20-30-х годов. У меня сейчас вот в прошлом году, по-моему, вышло две статьи про ар-деко Америки. Это была богатейшая культура, это была кульминация развития ар-деко. Мы сейчас тоже не сможем ничего сказать, многое об этой архитектуре. Но главное, конечно, это богатство, главное — это абсолютное разнообразие. То есть американские небоскребы строились в самых разных вариантах. Это были вариации на готические темы, на архаические. Это были абсолютно декоративные, выдуманные вещи. Это были аскетичные, модернистские вещи. То есть там были абсолютное разнообразие небоскребов. Поэтому мы уже даже не можем говорить об американском ар-деко как об единстве, потому что, как я только что сказал, это было абсолютное разнообразие. То есть ар-деко Америки — это синоним разнообразия. Это усложняет нашу задачу. И если очень грубо выразиться, то эволюция американского ар-деко — это была аскетизация, это было упрощение. Первые небоскребы были очень богатые. Потом случился... А что случилось, между прочим, на рубеже 20-30-х годов? Кто-нибудь может мне напомнить? Великая депрессия. Случился финансовый кризис 20-го года, совершенно верно. И строительство небоскребов прерывается не сразу. Оно прерывается в 1932 году. Последними были самые большие гиганты. Empire State Building и Rockefeller Center. Это были последние небоскребы. Просто до строительной индустрии этот вал кризиса, он докатился через три года. Поэтому в данном случае я показывал не случайные картинки. Это работы лидера американского ар-деко Раймонда Худа. И это его первый небоскреб в Нью-Йорке — радиатор-билдинг. А это его Магро-Хилл-билдинг уже аскетичный. И вы понимаете, что полная смена языка. Вот это надо просто для себя воспринять, как некую эволюцию американской архитектуры того времени. Кульминацией этого развития было строительство Empire State Building. Понятное дело. Это гигантский рекордный объект. И ответом этому гиганту, а я напомню, что Empire State Building, открытый в 1931 году, его высота составила 380 метров. Ответом ему стал Дворец Советов. Эту картинку, которая размножена во множестве-множестве сайтов, и, к сожалению, его автор не подписал ее тогда, много-много лет назад, когда он ее делал, Борис Кондаков. Он не засвидетельствовал свои права на эту картинку таким образом, но все сайты копируют ее в множестве случаев и никогда не указывают, кто сделал этот замечательный монтаж. Я просто хочу восстановить немножко справедливость и сказать, что Борис Кондаков молодец. Очень красиво. У него была целая серия таких. У него, по-моему, 10 таких монтажей было, где Дворец Советов был в центре кадра. И Дворец Советов — это был миф, это был мираж. Это была мечта нашей архитектурной общественности и заказчика, которая не была воплощена, как вы понимаете. Рубежом для развития советской архитектуры в то время был конкурс на Дворец Советов. Итоги этого конкурса были объявлены в 1932 году, поэтому его называют «Конкурс 1932 года». Ну, он начинался еще в 1931 году. Первые премии на конкурсе получили самые разные варианты. Вы видите, да, Иофан наверху, классика Желтовский и вот этот ребристый вариант американского архитектора Гамильтона. И вы спросите, а как это так? Первую премию на нашем конкурсе Дворца Советов получает американский архитектор Гамильтон. Что-то здесь такое немножко звучит. Вот это вот немножко звучит, оно будет на протяжении всех 30-х годов звучать. Иофан был, кстати, у Иофана в сентябре юбилей. 130 лет и будет конференция. Очень сильная. Советую читать итоги этой конференции. У меня там тоже будет выступление. У меня есть статья про Дворец Советов. Все, что я мог выдумать про эту архитектуру, я уже там сказал. Значит, коротко, победил на конкурсе вот этот вариант, а стали строить вот этот вариант. Что случилось? Поменяли задание. Из Дворца Советов решили сделать небоскреб. Вы, я надеюсь, понимаете, что такие решения принимает заказчик. Ну, то есть, когда на конкурсе побеждает вещь 120 метров, а собираются стоить 415, да, то есть не только Иофан, да, Саша, сходил с ума. Поменялась концепция полностью. А концепция была опередить Америку. Конечно, опередить Америку, естественно. То есть, кто-то прочел журнал, новости газету, что Empire State Building – самое высокое здание в мире. И это был 1931 год. Пока эта газета плыла, наступил 1934 год. И в 1934 году решили таки опередить Америку. Видите, они были выше по проекту. И Эфелевы башни, и Empire State Building. Вот, 415 метров. Ну, там по-разному, в разных публикациях разные цифры указаны, но суть в том, чтобы опередить Америку. Не важно, там 435 или 415, не важно. Вот каким он был. Я называю этот стиль ребристым стилем. Таким образом, мы видим, что ребристый стиль – это один из вариантов, это одно из таких как бы течений, или, можно сказать, один из приемов, которым пользовался РДКО. Именно в нем был осуществлен главный проект 30-х годов в Советском Союзе – Дворец Советов. Ребристый стиль – это наша первая тема. И сегодня вот мы будем идти по этой арке и говорить об этих темах коротко. Собственно, что такое ребристый стиль? Это стиль, который позволял быстро сделать высотное здание. Классика не могла так сделать. А здесь получалось, потому что все этажи были одинаковые, как вы видите. Именно в таком стиле ребристом были американские небоскребы, и именно в таком стиле был Дворец Советов. То есть задачу по победе над зарубежными достижениями, они приняли, они решили эту задачу теми же самыми архитектурными средствами. Средствами ребристого стиля, стиля небоскребов. То есть это очень важно. Они хотели победить тем же оружием. Родоначальником этой эстетики был Сарянин, которого вы знаете, скорее всего, вы бывали в Хельсинки. Таким образом, получается, что сперва Сарянин эту эстетику выдумывает до Первой мировой войны, в серии работ, это были его ратуши в Лахте, в Ионусу, в частности, это была башня вокзала в Хельсинки. А потом, в 1924 году он участвует на конкурсе Chicago Tribune и занимает там второе место, эмигрирует в Америку, и, к сожалению, у него там не складывается карьера. Да, такими башнями, эта эстетика, конечно, опередила свое время, она определила собой облик американских небоскребов. В таком стиле Сарянина было построено в Америке более 40 башен, но ни одна из них не была доверена автору. В этом, конечно, была его в каком-то смысле творческая трагедия, потому что в Америке строили только американцы. Они не хотели доверить иностранцу эту работу. Это интересно. И вот так это было. Это в данном случае один из небоскребов Уалкера, архитектора, много сделавшего там. Одним из таких, конечно, источников вдохновения был Рокфеллер-центр. Очень красивый, открытый в 1933 году. Очень, конечно, здорово. Он вдохновлял Иофана. Причем Иофан, как победитель конкурса «Назарец Советов», дважды путешествовал в Нью-Йорк для изучения опыта строительства высотных зданий. Ну, это естественно, потому что в России не было такого опыта. И в этом стиле он делает свой проект «Наркомтиш-пром». Очень красивый. И этот проект, как вы видите, как бы объединяет с собой два проекта, два здания, два образа Раймонда Худа. Рокфеллер-центр и Магро-Хилл-билдинг. И затем он участвует с этим стилем, делает советские павильоны на выставке 1937 года в Париже. Вот этот знаменитый памятник скульптуры Мухиной. И на выставке 1939 года в Нью-Йорке. А вам не кажется, что есть некоторое такое... Некоторое в этом заключено, некоторое такое противоречие? Или тут все нормально? Ну, хорошие, красивые дома. Или противоречие есть какое-то в этом? Абсолютно одинаковая композиция, вы понимаете, да? То есть парадокс этой ситуации в том, что Иофан привез на выставку 1939 года павильон СССР, который дублировал по своей композиции и Рокфеллер-центр, который тоже находился в том же самом Нью-Йорке. Понимаете, да? Такая есть некоторая низкладуха в этом. И как-то раз мне на конференции сказали, Андрей, это стилевой параллелизм. Я сказал, окей, понимаете? И теперь всегда, когда я вижу этот кадр, я всегда говорю именно стилевой параллелизм. Понимаете? Я не слышу ваших... Я не вижу ваших рук, так сказать, да? Ну, давайте... Это было до войны, да? Это было до войны. А что было после войны? Сейчас мы посмотрим, что было после войны. Внимание! Значит, здесь у нас усы горизонтальные, да? А тут вертикальные. И тут у нас тоже вертикальные, а здесь горизонтальные. А потом, знаете, что-то как-то расхотелось так делать. И давайте немножко так вот фары тоже по-другому сделаем. Вот так вот, вот так вот, вот так. И вот тут еще вот так. Ну, практически в точности именно так же самое и тут тоже так, и тут тоже так, понимаете? И когда мне говорят на это, на автомобильных форумах, это не я выдумал, это уже выдумано было до нас, что называется. Когда мне на автомобильных форумах я читаю комментарии, что видите ли, ну что это такое за разговоры, значит, что, мол, ну вроде детали-то от Пакарда, они же не подходят к ЗИСам. А я хочу спросить, а что вы хотите, чтобы они подходили? Понимаете? То есть до какой степени должно доходиться к степени этого селевого параллелизма? Нет, серьезно, ребят, понимаете, в чем дело? Дело в том, что я столкнулся с ситуацией очень интересной, и я ее смог как бы схватить. Потому что у нас все хорошо, когда барокко. Потому что барокко у нас и в Европе, и в России. Потом у нас все хорошо с классицизмом. У нас классицизм тоже общемировой, интернациональный стиль. И эклектика, и модерн, и авангард. Но только в тот момент, когда я начинаю говорить про 30-е годы, мне говорят, нет, ну что ты, батюшка, это же у нас сталинский ампир. Или это у нас политарская классика. Или это у нас еще какое-нибудь слово. А, постконструктивизм. Мы об этом еще скажем коротко. Понимаете? А я спрашиваю, а почему у нас не может быть ардеко? Так вот. Да. Значит, соответственно, поэтому мы проводим это исследование для того, чтобы выяснить, что же это было. И когда я вас спрошу, а интерьер чего это? То вы скажете, как очень внимательные зрители, что, ну смотри, тут Маркс и Сталин, и там карта СССР. Понимаете, да? Как может быть в американском павильоне, зачем, вернее, там карту СССР ставить? Правильно? Логичный вопрос, да. Только просто это павильон СССР на выставке 1937 года. И это не Форд, да, как вам может показаться. А это ГАЗ-М1, если я правильно понимаю. Но самое, конечно, интересное, то, почему мы здесь собрались, это вот эти небоскребы. Это вот эти сталактиты, или там, что там, сталагмиты Суэтина. Вот что это такое за эти небоскребы, да? Как это могло там оказаться? Это же потрясающе красиво. Нет, ну тут надо добавить, потому что наш автопром делался по лицензии с американских машин. И вот эти павильоны, они влияли. И когда мы видим этот павильон, нам начинает что-то закрадываться. У нас начинает что-то, как немножко, так чуть-чуть, что-то такое сосать под ложечкой, да? Почему это происходит? Почему это происходит? Действительно интересно, почему это происходит. Понятно, почему это происходит. Потому что там было четыре рабочих колхозницы, а у нас две рабочих колхозницы. Только то это павильон на брюссельской выставке 1935 года, а у нас это павильон 1937 года. И что надо сказать? Что это был стилевой параллелизм. Правильно, правильно. Но это очень талантливо, это очень красиво, это очень крупно, то есть это там, не знаю, в пять раз крупнее эти фигуры, чем в Брюсселе. Таким образом, советская архитектура, советское искусство оказалось в значительной мере просто крупнее и выразительнее, чем те формы, на которые оно смотрело. Это относится и к павильону выставки 1937 года, и к Дворцу Советов. Следующая тема – это арт-деко Америки коротко. Но мы сказали с вами о разнообразии этой архитектуры, о крайнем сложности этого искусства. Эта архитектура арт-деко начинается, конечно, не на выставке 1925 года в Париже. В общем-то, в принципе, сейчас уже как-то к этому пришли. Достаточно привести в пример разные варианты проектов Chicago Tribune 1922 года, чтобы понять, что арт-деко в 1922 году уже было в прямом эфире, что называется, онлайн. И родоначальниками, отцами арт-деко в Америке были Луис Салливан, гениальный архитектор, о котором надо будет когда-нибудь спеть настоящую, что называется, оду ему. Вот с такими фантастическими деталями, очень красивыми. Именно Салливан придумывает для арт-деко вот этот характерный контраст уплощенных рельефов фантазийных и аскетичных импостов. Вот этот прием потом попадет в арт-деко. И вторым отцом арт-деко Америки был Райт. Конечно, Райт. Вот с этими фантастическими геометризованными деталями. У меня, соответственно, в прошлом году вышла статья про арт-деко Райта. Тоже вы можете посмотреть на архиру эту статью. Одним из самых интересных памятников для арт-деко Райта стала церковь Unity Temple в Чикаго, в которой мы видим сочетание как бы одновременно и авангарда, и архаики, и вот этой удивительной, совершенно фантазийно геометризованной эстетики вот этих колонн. Но это не колонны, это выдуманные колонны. А главное, конечно, вот это сочетание, с одной стороны, некого архаизма, который здесь ощущается, а с другой стороны, какой-то очень интересной, выдуманной, технократической эстетики. Надо понимать, что это 906 год. Тогда, когда еще мы с вами на лошадях, так сказать, путешествовали по Буэракам. Так вот, надо понимать, что никакой техники, на которой бы мог ориентироваться Райт, грубо говоря, еще не было. То есть он фактически выдумал ту эстетику, которую мы бы сейчас с вами назвали 70-ми годами, еще в 1006 году. Понимаете? Это интересно. Да. Соответственно, кто у нас был еще отцом РДКО? Это, кстати, имеет прямое отношение к тому, кто выступал на выставке 25-го года в Париже, и, собственно, должен был бы представлять РДКО. Среди этих людей не было Салливана и Райта. Вы спросите, а почему? Потому что Америку не пригласили на выставку. Звучит странно. Это было не совсем так. Организаторы выставки послали письмо, что искусство, которое там будет, должно быть выдуманным, таким оригинальным. А американская сторона, организаторы с американской стороны сказали, у нас нету невыдуманного искусства. Они как бы не осознавали еще, что у них есть вот эти отцы, вот эти Салливан и Райт, которых бы они могли послать. Таким образом, Америка не была представлена в 1925-м году в Париже, но там, конечно, должен был бы быть Саренин. Эли-Эли Саренин, гениальный финский архитектор, который был автором целой серии работ, которые здесь на экране сейчас. Это можно назвать ранним арт-деко. И там должны были бы быть представлены фото первых небоскребов арт-деко в Нью-Йорке, в Америке, которые были построены еще до начала выставки 1925-го года. Это, в частности, вот этот небоскреб Уалкера, Барклай-Визье, он как-то так называется, в общем, телефонной компанией здания. И, как написано в монографии о Валкере, там сказано, что вот эти все рельефы уплощенные, они были осуществлены до выставки 1925-го года, хотя по датировкам это примерно в одни и те же годы. Еще один пример – это радиатор билдинга, о котором я уже говорил сегодня. Это, наверное, первый в Нью-Йорке небоскреб в арт-деко. Это 1924-й год. Очень интересная архитектура. И это нам важно, потому что это обозначает вот эту эстетику геометризованной готики, геометризованного историзма. А геометризация историзма – это был очень характерный признак арт-деко. Кто-то здесь должен был быть представлен еще на выставке, конечно, Агюст Пере, знаменитый французский архитектор. Вот в сериале «Пуаро» здесь тоже присутствует, снимали, в одном из эпизодов снимали здесь вот в театре на Элисейских полях. Вот эта эстетика, мы ее тоже можем вовлекать в спектр арт-деко, конечно. Шедевром раннего арт-деко был дворец Стоклея Хоффмана. Сейчас у меня в июле месяце буквально недавно вышла статья про арт-деко Венской архитектурной школы. Это была статья к юбилею от Вагнара, знаменитого венского архитектора. Поэтому, что называется, свежая статья. Вам будет интересно почитать. И там мы говорим именно о арт-деко в творчестве Вагнера и творчестве Хоффмана. Еще один пример – это вот эти нуархиические образы в рамках американской архитектуры. Конечно, здесь ощутимая эстетика древних пирамид, ацтеков и майя. Для Америки это стало своей античностью, своей древностью, которую они хотели возродить. С другой стороны, конечно, эта архитектура была очень оригинальной, выдуманной часто. Таким образом, мы можем объединить эту тему и сказать, что для американской архитектуры арт-деко были характерны вот этот нуархоизм, увлечение архитектурой ацтеков и майя в двух аспектах. И в аспекте пластики, то есть это были уплощенные брельефы, как у древних, и вот этот нуархоический силуэт, нуархоизм в композиции. Таким образом, мы видим этот нуархоизм пластический и композиционный. Ну вот это композиция такого сфинкса, вы понимаете, это нуархоика такая, это небоскреб в Чикаго, вот с такими вот масками. И это отель «Нью-Йоркер», это такая, видите, сахарная пирамида, абсолютно, да, как заселенный древний храм, да, вот это ощущение, и он покрыт вот такими уплощенными рельефами. Конечно, такого арт-деко в СССР не было, соглашусь, да, но и тем не менее. В этом особенность, конечно, американской архитектуры. То есть наши архитекторы так не делали, они, наши высотки отличались. Соглашусь. Таким образом, мы можем перечислить четыре признака арт-деко. Это геометризация форма старизма, например, готики, очень часто. Это нуархоизм, композиционный и пластический. Это двойственность. Это работа на стыке декорации аскезы, традиции и авангарда, и обращение к новациям десятых годов. И следующая тема, это чуть подробнее о Илье Голосове, это такой наш московский архитектор, очень успешный в 30-е годы, который использовал в своих практике несколько приемов, в том числе прием на египетского карниза выкружки. Илья Голосов вам, возможно, известен как мастер авангарда, который построил клуб Зуева в 20-е годы. Вам вообще Илья Голосов знакомо? Это имя из 20-х годов. В 30-е годы он был очень успешен, и он построил четыре жилых дома. Например, Желтовский построил один жилой дом, просто чтобы вы представляли себе. А Голосову повезло, у него была своя четвертая мастерская ему совета, он построил четыре дома, он был успешный практик, у него была большая, так сказать, карьера хорошая именно в 30-е годы. Просто если вы откроете монографию Хана Магомедова, там будет последняя глава, называется «Закат творческого пути, что-то в таком духе». А там 30-е годы, и это во время заката. И когда я прочел это в Википедии, я просто зашел и переименовал в расцвет творческого пути, потому что уже невозможно. Значит, на «Закате» он сделал прекрасный дом на Садовом кольце, вот эту школу про союзов, которая сейчас РГСУ, вот это вот министерство, которое изначально называлось как Академия коммунального хозяйства, а сейчас какое-то танковое управление, а потом его выпотрошили, и сейчас, видимо, это офисы. И вот этот фантастический жилой дом на Яузе. Вот, пожалуй, жилой дом на Яузе, я вас призываю посмотреть на натуре, это очень фотогеничное здание, очень интересное, там очень много деталей, которые просто просятся для того, чтобы сфотографировать. Вот такие вот наегипетские карнизы на Стоом кольце. И, как вы понимаете, это была древняя форма, вот эта выкружка, то есть не настоящий классический карниз, а именно выкружка. Вот так делает Голосов, а так делает Тайт в Лондоне. И когда мы говорим об этой архитектуре, то мы понимаем, что эта архитектура была декоративна и монументальна. Вот это очень важное представление, что, оказывается, в 30-е годы очень часто в советской архитектуре возникает вот это чувство такой выраженной, выразительной архитектуры, декоративной и монументальной, вот как на этом чудесном проекте Голосова, Академия монументального хозяйства. Очень красивые прямоугольные рамы какие-то, да, выдуманные, они не были в полной мере осуществлены. Вот этот удивительный портик из каких-то выдуманных колонн, выдуманные детали, всегда выдуманные профиля, не классические. Изобилие скульптуры, она не была построена, не была, так сказать, осуществлена в полной мере. И когда мы говорим о разнице между 20-ми годами и 30-ми, то, как вы, может быть, знаете, в этой связи есть мнение, что называется, есть даже книга Александра Селиванова, которая называется «Постконструктивизм». И поэтому мне хочется коротко сказать на эту тему. Термин «постконструктивизм» в отношении архитектуры 30-х используется, наверное, как хронологический термин, как эпоха. То есть это было после конструктивизма. Здесь возражений нет. Вопрос состоит в том, можем ли мы его использовать как стилистический термин, то есть говорящий о стиле постконструктивизма. Вот можно ли так говорить? И с этим сложности. Дело в том, что если мы возьмем пример лидеров архитектуры авангарда или книгу Селивановой, или, ну, в общем, если мы начнем думать в этом направлении, хотя это не моя обязанность, я исследую РЭКО. Так вот, если бы мы эти шаги стали делать, коротко, то мы бы должны были поступить очень просто. Взять лидеров архитектуры авангарда, выделить среди их приемов в 20-х годах какие-то характерные приемы, потом проследить их в 30-х годах и подтвердить, что эти приемы прошли, так сказать, перешли через рубеж конкурсов советов, через рубеж этих двух десятилетий. Был бы постконструктивизм как стиль, да? Логично, все логично. Вот. Но этого не подтверждается. В книге Селиванова этого нет, во-первых. Но, во-вторых, короткий анализ этого тоже не подтверждает. Вот, например, у нас есть Голосов. Есть Голосов. Очень хорошо. 20-е годы. Авангард, свободная композиция. Вы понимаете эту эстетику? Что же происходит в 30-е годы? В 30-е годы Голосов меняется. Он декоративен и монументален. То есть, мы видим сами одна и та же форма цилиндра. Здесь это свободная композиция авангарда, а здесь это изобилие руста, скульптуры, какой-то пластики. Это какая-то монументальная, то есть, уступчатая, такая, нерахаическая форма, имеющая общее с римским мавзолеем Цицелии Метеллы, а вовсе не с, например, клубом Зуева, который Илья Голосов сделал в 20-е годы. Поэтому мы говорим о том, что оказывается, здесь больше разного, чем общего между 20-ми годами и 30-ми годами. Еще один пример. Это работы Григория Борисовича Брахинама, его прадедушки, который в Москве построил здание газеты «Известия» в 20-м году и, может быть, вам известен. Так вот, если мы возьмем и сравним его проекты 20-х годов и 30-х годов, то мы увидим, опять же, больше разного, чем общего. То есть, оказывается, рубеж в виде конкурса на вредсоветах был существенным рубежом. И поэтому мы говорим о смене стиля. Вопрос о том, как мы этот стиль назовем, мы сейчас составляем в стороне. Мы говорим о том, что это был другой стиль, потому что, оказывается, здесь это была архитектура авангардная, а здесь это была архитектура очень красивая, но какая-то другая. И мы даже не можем ее назвать, потому что, как я уже сказал, это была очень сложная эпоха и очень сложная архитектура по своему стилю. Это проекты 1934 года, конкурс на здание театра в Минске. Они подали два проекта. Тут ведь с рамой, а тут с арками. И тут интересно то, что это очень красивая архитектура, особенно на этой боковой части. Вот здесь очень выдуманная такая красивая эстетика. А здесь есть два таких античных образа. Вы мне, может быть, их подскажете? Какие здесь были образы зашифрованы? Совершенно верно. Замок Столангела. Очень хороший, правильный ответ. И еще здесь есть арки из пантеона, то есть два римских образа. Замечательный ответ. И что здесь важно? Просто коротко. Григорий Борисович никогда не был в Италии, никогда не был в Европе. А его учитель, у которого он учился, померанцев, который построил у нас ГУМ на Красной площади, он восемь лет прожил в Италии. То есть вы должны понимать, как сложно было советским архитекторам эти образы, которые от них требовали воплощать, потому что была объявлена программа освоения классического наследия, да? Ну, как бы, после 1932 года, после конкурса в районе советов. То есть для него это были образы, которые он даже никогда не видел, а он должен был с ними работать и так далее, и так далее. Вот это интересная такая деталь. Это к вопросу о разнице между революционной эпохой и советской. И еще один пример, это прием кессоны. Одним из самых ярких примеров, так называемой тоталитарной архитектуры считается здание Академии Фрунзе, Руднева. Ну, действительно, вот эти квадры, эти кессоны, как солдаты на плацу, одинаковые, с ружьем. Справедливое замечание, согласен. Тоталитарная архитектура, можно так сказать. Вопрос только состоит в том, а вот это что такое и как это может получиться? А дело в том, что это всего-навсего зоологический музей в Нанси. И тут уже хочется спросить, простите, а сколько дивизий танковых у Нанси в целом, ну и в частности у зоологического музея? Вы понимаете, да, что Нанси – это очень маленький город, где-то на границе Франции. Значит, это означает, что эти квадры – это были не солдаты на плацу, а это был архитектурный прием общий. Причем эта фотография, это не просто черно-белая фотография, это фотография из журнала, советских журналов, который был опубликован в советской прессе. И понятно, что он был опубликован по датировкам как бы позже, чем Руднев устраивал стилевой поляризм, но понятно, что это здание, оно было доступно, так сказать, по каким-то другим каналам, помимо официальной прессы архитектурной. И тут я хочу напомнить просто, что в СССР выходил журнал «Архитектура за рубежом». Я не знаю, как нужно еще назвать журнал, чтобы объяснить, так сказать, то, что там происходило. Одним из первых примеров использования этих кессонов это был проект, очень красивый проект «Щуко» на Дворец Советов вот в таком виде, фантастическая совершенно эстетика, фантастическая красота. И вот эти кессоны, они попали Крудневу на его Министерство обороны на Арбатской, причем с теми же самыми обелисками там наверху. В этом смысле «Щуко» был как бы в этом смысле первым. Вообще, вот эта идея окон кессонов, она была у Агюста Пере. Она была на Театре Елисейских полей. Здесь она, конечно, не была доведена до такой степени, до мощи. В этом смысле советская архитектура превзошла своих учителей. Это интересно. Но, помимо этого, был еще такой удивительный архитектор Джозеф Ваго, который, работая над проектами для зданий Лиги наций в Женеве, предлагал самые разные варианты, которые вам очень знакомы по архитектуре, потому что вся архитектура с 50-х годов, как кажется, просто вот была здесь спроектирована еще в каком-то там 28-м году. У нас в Москве просто это очень известное место, это площадь метро Октябрьская, но я не могу ответить, где в Ленинграде стоят такие здания также, но у нас в Москве вот можно всегда сказать, что это станция метро Октябрьская. Там просто здание МВД это вот это, а Сбербанк это вот это. В точности. Значит, да, Рудневская, Министерство обороны на Арбатской с этими обелисками от Щуко, да. И когда мы говорим о том, что здесь у него стоят кессончики на ножках, то на следующем кадре мы тоже видим, что оказывается их кессончики стоят на ножках. Это уже Джозеф Ваго, и это 22-й год, это его проект для Чигага Трибюн 22-го года конкурса. У нас это в Москве было построено на Судовом кольце Хряковом, Хряков, ученик Фомина. Конечно, Буле. Конечно, Буле влиял архитектуру Великой Французской революции, понятно, это понятно. Причем, в точности, вот как здесь это структурировано, то есть ступени, потом колонны, а потом кессоны, и тут то же самое. У Фомина, это проект Нарком Тишпром, ступени, колонны и кессоны. Понятно, конечно, что Фомин знал, любил и отвечал в своем творчестве Буле, это понятно. И когда мы говорим об этом приеме кессонов, то действительно Буле выдумал эту тему, он делает проект театра, где у него в кессоне ложе театральное. Очень интересная выдумка, и вы спросите, а почему он это выдумал? Конечно, это был ответ античности, но почему? А потому, что в Пантеоне, ну, наверное, знатоки ответят на этот вопрос, но, скажем так, вы можете себе представить, что кессоны римского Пантеона нижние размером четыре с половиной метра, то есть это четыре с половиной метра, это не наша кухня три на три, да? Вот. Ну, просто я хочу, чтобы вы представили себе, что вот наша кухня, да, три на три, это вот примерно вот здесь. Вот. А в базилике Максенция, вот мы с вами на родине Петра, так сказать, да, святом, так сказать, городе и потрясающем ансамбле Росси, но, тем не менее, я не смогу не сказать, у него восемнадцать метров, а у базилики Максенция двадцать пять метров, чтобы мы себе представляли просто, какими был, каков был мощь Рима, да? Значит, базилики Максенция, кессоны три с половиной метра, восьмигранные, просто чтобы себе представляли, что там были бронзовые розетки, ну, все как надо, как людей. И, собственно, вот таким должен был быть проект здания Министерства обороны на Арбатской площади, собственно, это фасад на Арбатскую площадь, построена была только вот эта часть, поэтому сейчас министерство не выходит туда, и там сейчас только оно около Пушкинского музея, вот этот фрагмент. Но вы посмотрите, какая фантастическая красота, да, вот какой ажурный металл вот здесь, подписной ар-деко, кстати, да, или вот эти барельефы, вот эти танки вот здесь, это же чистое ар-деко, потому что ар-деко всегда любит барельеф, естественно. И следующая тема, это использование вот этого особого ордера. Автором этого особого, вытянутого ордера ар-деко был Йозеф Хоффман, венский архитектор, который в 1905 году еще делает дворец Стокле в Брюсселе. Это, конечно, один из шедевров раннего ар-деко. И когда мы говорим о том, что влияли павильоны в выставке 1925 года, соглашусь, конечно, они влияли на американскую архитектуру в том числе, но они влияли не только на небоскребы, но и на ордер, потому что вот эти павильоны, павильон Литрасне, вот эта лестница Литрасне и вот этот павильон Пату, они, конечно, угадываются в архитектуре Библиотеки Ленина, и это было взаимное влияние в том числе и вытянутого ордера Хоффмана, его павильонов еще 1910 года, павильоны Австрии на выставке в Риме. Таким образом, когда мы бы сами сейчас недавно хотели сказать, что вся эта архитектура, которую мы сами очень хорошо знаем, и еще недавно мы бы могли назвать эту архитектуру пролетарской классики, выясняется, что так сказать будет нельзя, потому что оказывается, что огромное число таких памятников было осуществлено в Италии. И если мы еще вчера могли сказать, что эта архитектура тоталитарная, потому что она была сделана в 30-е годы, то на самом деле она была выдумана еще до Первой мировой в работах Хоффмана, а вот его еще одна работа, это павильон в Кёльне, Бернса, который здесь буквально в двух минутах, и Тессенова. Это павильон, танцевальный павильон. Пере, и таким образом источником геометризации для этого ордера становится и Архайка, потому что это были колонны без баз, без капителей, и актуальные новации 10-х годов. Вот таковы были источники для этого ордера 30-х годов. Древность и актуальные вещи, только что построенные до Первой мировойны. Ну вот еще раз мы говорим о этих новациях 10-х годов, еще раз мы говорим о Хоффмане, конечно, и когда бы я вас спросил, а что это за город? Можно ответить на этот вопрос? Ну хотя бы страна, какая это страна? Ну какая это страна? Очень просто, легко ответить. Видите, тут звезды красные, пятиконечные. Но вы же понимаете, что это не советская архитектура, иначе я бы тут не распинался. Соединенные Штаты Америки, совершенно правильно. Это бюро печати в Вашингтоне. Это интересно. И когда мы сами могли бы назвать эту архитектуру пролетарской, то выясняется достаточно быстро. Значит, это Щуко 1928 года, а это Фомин 1928 года, дом Динамо в Москве, что основная часть этой архитектуры была построена в Италии. Причем этой архитектуры было настолько много, что я не могу даже перечислить. Это буквально десятки примеров, не единицы, а буквально десятки примеров, десятки городов, десятки мастеров, которые работали в этом стиле. Еще вчера мы бы назвали эту архитектуру пролетарской классикой. Собственно, Фомин ее так называл. Но вы спросите, а почему он ее так называл? Он называл ее Красной Дорикой и пролетарской классикой. Но так ведь он хотел подтвердить свою верность новой власти, поэтому он ее так называл. Он же не мог назвать ее бронсеанством 1911 года. Было бы как-то немножко странно, неловко. Так вот, но основная часть количественно этой архитектуры была построена в фашистской Италии. Как это так? Ну вы уж как-то определитесь, у вас или пролетарская классика, или уже итальянская. Причем, таким был Париж 1937 года. Это павильоны для, ну выстроенные в Париже к выставке 1937 года. А также, конечно, это творчество Левенсона, удивительного мастера, одного из самых успешных мастеров в принципе в СССР и в Ленинграде, конечно. Лидера, наверное, можно сказать так, ленинградской архитектуры 30-50-х годов. Причем он был успешен и в 30-е годы, и в 50-е годы, что довольно редко для биографии наших мастеров того времени. Он смог сохранить свой успех, перейдя, стилистически изменив свою стилистику при переходе, после войны. Это практически таких примеров нельзя привести вторых. И источником вот этой всей архитектуры были инновации 30-х годов. Это был Йозеф Хоффман, потому что вот эти пилястры еще 14-го года, а затем эта архитектура попадает и в Америку, и в СССР. В данном случае это здание, которое вы, наверное, видите по телевизору каждый день, это здание Госдумы в Москве. Тогда оно называлось Дом Совнаркома СССР. Это было, наверное, самое важное здание административное, построенное в Москве 30-х годов. Это делал Аркадий Лангман, и то самое главное это то, что Лангман до революции учился в Вене просто. Он просто учился в Вене, а потом в 30-м году у него была поездка в Германию-США. То есть он просто видел эти вещи на натуре. У него не было никаких сомнений, как надо было работать. Вот это боковые фасады, причем очень интересно, это 28-й год Щуко, а это 29-й год Вашингтон, Шекспирская библиотека. Это даже функция одна и та же, и датировки практически одни и те же. То есть тут даже нельзя сказать, что тут фактически даже эта вещь на год раньше начала строительства, чем эта. Но мы видим абсолютные стилевые параллели между этими вещами. То есть эти пилястры каннилированные, межаконы, медальоны, здесь то же самое. Очень красиво это и другое, конечно. И еще одно здание, которое вы видите каждый день по телевизору, ФРС в Вашингтоне. И это архитектура, которую еще вчера вы могли бы назвать тоталитарной, но сегодня мы должны перестроить свою оптику и начать анализировать, а на каких источниках она основана. На классике ли или на других источниках. И от этого называть эту архитектуру. Ну вот, очень красивая библиотека Ленина. Конечно, шедевр нашей архитектуры. 28-й год, еще раз подчеркиваю. И следующая тема это брутальная классика. Конечно, шедевром вот этой архитектуры, кульминации этой архитектуры для Ленинграда стало строительство Дома Советов Нойя Троцкого. И, конечно, это беренсанство. Тут как раз я следую за моими коллегами старшими, которые все уже написали, конечно, естественно. Как написано у Кирикова, Фомин, ну в данном случае Фомин и Троцкий, да, Фомин не мог пройти мимо Беронса. Там так написано, как будто он буквально вот по тротуару не мог пройти не мимо Беронса. Ну да, конечно, Фомин не мог пройти мимо Беронса, но что тут важно? Важно понимать, что отечественные архитекторы, в общем-то, не приняли эту эстетику до революции. Они критически о ней отзывались. И только после 15-летнего пробела строительной паузы, когда никто ничего не делал, потому что сначала была Пермеровая война, потом Гражданская война, потом был авангард, в который не все архитекторы смогли быть увлечены. Только тогда возникла потребность в некой простой архитектуре, потому что архитекторы думали, что пролетарской власти нужна простая пролетарская архитектура. Фабричная, простая, вот эта огрубленная. И в поисках этой огрубленной эстетики они стали искать в осуществленных в Деволюционном Петербурге зданиях примеры тех деталей, или вернее тех огрубленных деталей, или вернее отсутствия даже деталей когда-то иногда, того, как можно не делать капители, вот что было важно для архитекторов. И к 1928 году они увидели, что, оказывается, Бернс показал, как это можно делать. И тогда они стали быть увлечены, они стали увлекаться этой архитектурой. Если бы не было этой пролетарской революции, то Фомин продолжал бы любить ионический ордер, как он любил его до революции, и так далее. Причем, когда мы сами скажем, что это архитектура тоталитарная, это было воплощение воли власти, то это будет неправда, потому что эти здания были исключениями из советской архитектуры. Эти зданий минимальное число. То есть Ленинградский домсоветов, универмаг Катонина, универмаг Рубанчика около вокзала. Это три примера. Их не 30, и их не 300. То есть, если мы говорим о том, что было построено 100 домов, то из них, не знаю, допустим, 2% будут вот такими брутальными, но это были исключения. И таким образом мы начинаем подумать, что эта архитектура была чуть ли не сформирована таким образом по инициативе самих авторов. Вот что интересно. То есть эта архитектура оказывается была не тоталитарной и потому подавляющей зрителей, а она была брутальной потому, что такова была внутренняя эстетика, любовь этих архитекторов конкретных, того именно если бы на его месте был другой архитект, этой брутальной мощи бы не было осуществлено. Это интересно. Ну вот еще раз, конечно, Ленинградский дом советов стал ответом как бы двум пластам петербургской архитектуры и древолюционному, в данном случае инженерному замку, и Беронсу. Причем Беронс породил в советской архитектуре два проявления. Вот эту аскезу, геометризованный ордер Фомина и вот эту брутальную классику Троцкого. очень, конечно, мощная архитектура, замечательная. Таким образом, мы начинаем видеть в советской архитектуре 30-х годов не воплощение тоталитаризма, не тоталитарную эстетику, а мы видим некие течения, крупные направления архитектуры, неоклассику и ордеку, в зависимости от того, какими источниками они вдохновлялись. вот, собственно, эта арка из этих разных источников и дворец советов не был построен, его строительство прервало начало Великой Отечественной войны. Однако, ребристый стиль ардеко был осуществлен в целой череде зданий. Это дом Совнаркома СССР, который стал ответом почте в Чикаго. Это дом работников НКВД, тоже Лангмана, у которого квадры вот эти, да, в тех же местах, что и здесь. Вот еще раз, этот дом, это дом работников НКВД, а вот это здание, это, наверное, самое черное здание в нашей истории, это тот самый корпус НКВД на Лубянке, который, собственно, и был тогда Лубянкой. То есть, это вот то самое здание. Ну, просто в скобках, соответственно, у Григория Борисовича, мой прадедушка, у него был брат, Константин, он был лингвист, он изучал русский язык, и в 1938 году он был репрессирован и умер через месяц в тюрьме. Еще один пример этого ребристого стиля это здание Госархива. И тут вы снова и снова слышите о государстве. Здание Совнаркома, здание Госархива, очень важное здание. Понимаете? Это была прямая инициатива власти построить в этом стиле здание. Это была не какая-то, так сказать, случайность, да? Вот еще один пример. Это очень интересное здание. Это архитектор Даниил Фридман. Фантастическая совершенно вещь. Тут должны были быть, вернее, они сохранились здесь, вот здесь были скульптуры. Здесь очень интересный, но египетский, выдуманный карниз такой. Вот еще один проект Фридмана. Фридмана вы знаете по дому Союз Пушнина. Дом Союз Пушнина на Московском проспекте неудачный, такое палладеанство с арочками. Там много каких-то странных ошибок против ордера. Не смотрим на него, а смотрим на другую сторону, на дом Ильина, очень красивый. А вообще Фридман был очень хороший архитектор. Он любил ардеко, вот этот ребристый стиль Дворца Советов. У него было очень много проектов в этом стиле, и они, в общем, не были построены. То есть у нас в Москве Фридман построил только подстанцию метро, и он построил еще универмаг в Киеве на Крещатике. Причем этот универмаг чудом сохранился во время войны, когда Крещатик взрывали. Так что вот этому дому повезло. Вот здесь, на этом слайде, у нас мизансцены для сериала Пуаро. Где мы будем снимать сериал Пуаро? Ну-ка давайте ответим на этот вопрос. Где можно снимать сериал Пуаро легко? На каком слайде? На нижнем левом. На нижнем левом. Так тут он и снимался, правильно. Да, это санаторий где-то в Великобритании, не помню название. Так, а где еще можно снимать сериал Пуаро? Значит, это, это не Великобритания и не Лос-Анджелес, как можно подумать. Это поликлиника Арафлота на метро Сокол в Москве. Можете представить? Вы можете представить, что вот эти ребристые, ступенчатые какие-то эрки-рочки, очень красивые в РДК, и вот эти фантастические скульптуры и все это, это просто станция метро Сокол. Это же фантастические, какая-то импортная архитектура, невиданная, необъяснимая. Эту архитектуру невозможно выдумать, конечно, уж в последний момент ее можно было бы выдумать сверху слева. А, сверху слева, это то же самое. Сверху слева, это другой просто кадр, я его подобрал, чтобы он был похож. Не-не-не, это одно и то же. А это, это какая-то Америка, я, честно говоря, не помню. Там написано здание суда, здание суда, я на память город не помню. Так вот, ребристый стиль был построен целой череде зданий. Это здание Лубянки, Лангман, а это, это очень интересное здание, это здание АТС Фрудинского района, у нас на Зубовской площади в Москве, которое было снесено у меня. То есть у меня черно-белые, серые подлинные кадры остались, цветные, от подлинника, ну, от подлинника. А теперь его выпотрошили, снесли, сделали из какого-то пластика, выкрасили в красный цвет все вот это, что тут серое, там теперь красное. Я еду по своему кольцу и фотографирую прямо с дороги, меня милиция останавливает, говорит, вы что вы делаете, фотографируете во время езды? Я говорю, а вы посмотрите, как они красят. Он меня отпустил, что вам бы оставалось сделать? Короче, ну вы понимаете, что нельзя сносить подлинники и выпотрошивать их, я надеюсь, вы понимаете? Уже после гостиницы Москва было всем, по-моему, что так делать нельзя. Короче, у меня это здание было внутри моей экскурсии. то есть у меня там нарисован был план, что мы идем по Москве, там какой-то был, ну, пироговка, от пироговки заворачиваем и все. И потом в процессе этого моего, значит, ну, какая-то там была информация, реклама, все такое, вдруг я прихожу, я понимаю, что у меня этого здания нет, все. То есть оно в фар-принципе есть, было, но вот его уже нет, уже экскурсию туда водить не надо, там стоит забор. Дикая история. Значит, это наркомат бароны сухопутных войск, верхняя, это Руднев в Москве, это 1939 год, но похоже на стиль московских сухопутных зданий, потому что это строилось, видимо, во время войны и уже потом доделалось после войны, но проект 1939 года, поэтому это настоящий памятник наш, что называется, еще 30-х годов, а это, конечно, Америка, это Чикаго. Да, ну, конечно, вот эти вот самые разные проекты, то есть мы говорим с вами о разнообразии советской архитектуры, начиная с конкурса на Редсоветах. Это очень важно понимать, что советская власть в 1932 году утвердила все стилевые вариации и Нью-Классику, и Ардеко. В данном случае Нью-Классика это Желтовский, а Ардеко это, в данном случае, Гамильтон. И вот это разнообразие стилевое, оно было и в Америке, потому что как в 20-е годы конкурировала Нью-Классика, я не дотянусь, сейчас я покажу, значит, вот это Ральф Валкер, это 1923 год, и рядом там стоит вот эта штука Нью-Классическая, это папаша Рокфеллер, Рокфеллер был нефтепромышленник еще 19-го века, ему было 100 лет, или 95, и он был самый богатый человек в мире 19-го века, и он построил вот себе это здание в Нью-Классике, и вот эти здания строились одновременно, это Ардеко, ранняя, а это еще Нью-Классика, и так же самое вот это разнообразие стиля, так сказать, параллельное существование Нью-Классики Ардеко в Америке буквально на одних улицах сохранялось и в 30-е годы, когда строился Рокфеллер-центр в Родеко, и строилось здание суда в Нью-Классике, причем вот это здание, знаменитое Рокфеллер-центр, оно, вы понимаете, оно это делал сын, сын, Джон Рокфеллер, вот этот вот, и на улице Сентрал-стрит в Нью-Йорке есть место, где мы видим вот это разнообразие от архитектуры буквально в нескольких корпусах, причем это все корпуса построены для одного Министерства Юстиции, это здание Верховного Суда США, затем это какой-то корпус Левковица, я не помню сейчас, чему он там посвящен, а вот это сзади, это ребристая штука, это криминальный суд Нью-Йорка, Корбета, то есть одно и то же министерство в одни и те же годы заказывает здание буквально на одной улице на расстоянии 200 метров друг от друга в разных стилях, вы можете себе такое представить? И то же самое было осуществлено в Москве. В 1934 году у нас было открыто здание дома на Махово-Желтовского в классике, плодианство, и в 1934 году было начато здание Совнаркома Лангмана на двух углах одного перекрестка, это углы Тверской улицы, улицы Горького, которые выходят на Маховую, можете себе представить? То есть, это очень важно, напротив Кремля буквально были осуществлены две визитные карточки двух стилей, вот так, чтобы можно было даже одним взглядом их словить, можете себе представить эту картину? И эта картина в точности повторяла ту стилевую картину разнообразия, которую мы видим в Американской улице, когда мы видим рядом и Ордер, и Ордеко, причем в данном случае это была конкуренция сына и отца, потому что отец, это был Вильям Халаберт, это было здание муниципалитета в США, муниципалитета в Чикаго, а вот это здание биржи, там, небоскреп, но эта архитектура одинаковая совершенно, это сын, уже Халаберт-сын. И вот эту конкуренцию на классике Ордеко мы видим и в советской архитектуре. То есть, этот фрагмент Ордеко в архитектуре 30-х годов, он был заметен, он проявил себя, но после войны он практически исчезает, а вот эта классика в работах Желтовского в том числе, она была активна, естественным образом, и до войны, и после войны. И, коротко, так же само, как Желтовский копировал итальянские палацци, так же себя вели в те годы и американские архитекторы. Это здание фирмы Макки Медвайт, а фирма Макки Медвайт была одной из самых успешных и многоосуществивших фирм в мире. У нее до Первой войны вышло 4-томное издание его работ, и, скорее всего, оно просто было в библиотеке Желтовского. Так вот, фирма Макки Медвайт построила 10 копий разных итальянских палацци. То есть, ну, вот как Желтовский строил копии, ну, вот это, палацци Пиколомени, так же само и американские архитекторы поступали. И в этом смысле так же само, как и Афан должен был ответить небоскребом Нью-Йорка, Желтовский должен был ответить портиком Вашингтона. и, ну, вот еще раз этот Домно-Маховой знаменитый. Мы сами привыкли, конечно, слышать всегда, каждый раз, со странной настойчивости мы слышим про Палладио, про Лоджи Даль Капитанию. Но хочется как-то добавить. Дело в том, что на самом деле это был не только ответ Палладио, это был ответ американской на классике, причем мы видим, что если наш Домно-Маховой был гигантский, многоэтажный, то, собственно, таким же многоэтажным был и муниципалитет в Чикаго. Посмотрите, какой там, шестиэтажный, да? Там нету карниза сейчас технически, но он был, конечно, когда-то, просто его сняли, чтобы он, видимо, опасались, что он рухнет и решили сэкономить, не восстановили карниз. И вот на этой фотографии все ясно, все ясно, гигантский, цокольный этаж, гигантские колонны, все очень похоже. Остается только один маленький вопрос. Очень маленький вопрос остается. Вас ничего не возмущает и не удивляет в этом кадре? Муниципалитет Чикаго, все понятно, дом на Маховой, Желтовского в Москве. Что-нибудь удивляет или возмущает? Совершенно верно. Очень внимательный взор видит здесь американский флаг. Как это возможно? Что это такое, хочется спросить? Как это вообще понимать? Да? Это справедливый вопрос. Значит, дело в том, что это здание строилось изначально как дом работников искусств. Там предполагались скульптуры наверху, здесь были рельефы по бокам. А потом, когда оно было построено, оно было передано американскому посольству. Так, стоп, подождите. А вариант, что оно сразу строилось для американского посольства, мы рассматривали? Нет. А, ясно. Хорошо. То есть, понимаете, что фактически он не просто построил эту архитектуру американской классики, но то ли посольство решило, что хорошее здание, давайте мы будем в нем жить, что, конечно, тоже замечательная история, то ли оно изначально строилось для американского посольства, но, как вы понимаете, естественно, у нас никогда не будет написано в книжке то, ради чего это на самом деле делается, потому что секретный объект там, ну и так далее. Но, тем не менее, это замечательно, что оказывается, Желтовский, который был большим на таком Палладио, перевел Палладио, или не совсем он, не важно, Желтовский был любителем Палладио, все понятно, но мы об этом уже читали 500 раз, а все-таки хотелось бы еще и прочесть про американскую классику, которая была очень богата в те годы. Вот еще раз. Вы мне скажете, что в Москве, конечно, а, ну да, это надо москвичам задать такой вопрос. Ну, хорошо. Похоже ведь на Желтовского в Москве, я так выражусь. Похоже, правильно, но это не Желтовский, не Москва, конечно. Значит, это Нью-Йорк, это Чарльз Платт, 906 год, и вы скажете, что похоже на Желтовского, но, во-первых, горизонтальные окна немножко не похожи, а во-вторых, главное, виловатые наличники, что-то как-то не очень Желтовский нарисовал, потому что Желтовский очень красиво рисовал наличники на окнах, да? Праведливое замечание. Да, оказывается, что Желтовский был лучше в своих наличниках, чем какие-то там Чарльз Де Платты. Понимаете, как интересно? Это интересно. И когда мы говорим о том, что Желтовский делал копии итальянских палацц, это так. У него действительно, он встраивал в 30-метровое итальянское палаццо свои 9 этажей. Это правда. Американские архитекторы не могли так сделать, потому что у них задания были другие, их дома были очень большими, и они не могли уже сделать копию. Им приходилось вот так вот вытягивать это. Но, если бы мы с вами были в Москве, я бы сказал, что это дома, красные дома около станции метро университет, или, может быть, даже Розенфельд. Но здесь это как-то будет не так звучать. Короче, в Москве это красные дома около станции метро университет, и это очень интересно, что оказывается, тут эстетику красно-белую, которую мы привыкли считать, что это наши знаменитые красные дома, приезжайте, что называется, на метро университет в Москву. Или вот этот Розенфельд с этими рустованными уголочками, подписная работа Розенфельда, да? У нас очень много такого, и на Соколе, и на Академической. Так вот, оказывается, что в подобном духе делала американская неоклассика до Первой мировой войны, и эти дома были очень большими, они были, конечно, даже больше, чем сталинские. И когда наши советские архитекторы увидели этот слайд, они сказали, так, слушайте, хорошо, я тоже так хочу, давайте так делать. И так они и делали, понимаете? И мы сейчас коротко поговорим о высотных зданиях. Конечно, конечно, Мидовская высотка самая, наверное, красивая, самая ардекошная среди всех высоток. И это был прямой ответ американской архитектуре. Это был ответ до такой степени точный, что там совпадает высота до вот этих ноготических, до этой ноготической короны. 135 метров в Хьюстоне и 135 метров в Мидовской высотке. И, как вы знаете, сначала Мидовская высотка была без шпиля. Сталин проехал и спросил, а почему без шпиля? Или какая-то такая была фраза. Но для того, чтобы понять, что это была за фраза, нужно добавить этот шпиль. Мы добавим его и спросим, а знаете, почему они его построили? Для того, чтобы достичь и превзойти американскую архитектуру. То есть они сделали по чертежам, как американские архитекторы, а он их спросил, ну так вы превзошли наконец их? А про шпиль-то мы и не подумали, сказали, советские архитекторы. И тут же его добавили из металла. Вы можете представить эту историю? То есть что, оказывается, там высота даже та же самая, 135 метров. Очень, конечно, мощно, очень, конечно, красиво. И еще раз, здесь есть не только образы ар-де-ко, здесь есть образы до Петровской Руси, да, то есть, понятно, церковные образы, согласен. Но вот эта многобашенность, вот эта анатомия пятибашенная, да, такая церковная, в редких случаях, она бывала и в американской архитектуре, это небоскреб в Баффало. Таким была Мидовская высотка, конечно, самая, наверное, красивая. Таким была графика Ферриса, Хью Ферриса, знаменитого графика американского ар-де-ко. Однако наши высотки превзошли американские, потому что они стояли на площадях, они доминировали на этих площадях то, чего американские ускребы были решены, потому что они были коммерческими, и они никогда не стояли на таких площадях. Таким образом, мы можем сказать, что мы можем увидеть в развитии советской архитектуры 30-х годов и шире в сталинской архитектуре не некий монолит, а вот это удивительное разнообразие и конкуренцию двух стилей на классике ар-де-ко. На этом мы заканчиваем. Благодарю вас. Андрей, благодарим вас за такую интересную лекцию. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к Андрею по теме лекции, можно задавать, я к вам подойду. Значит, мои статьи на Архиру, вот это один список, и потом я как-то подумал, что у тебя уже больше написал мои последние статьи и особенно по ар-де-ко Венской архитектурной школе, это то, что было в июле месяце. Я готов, если какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Я хотел вас спросить простые стили ар-де-ко в архитектуре Берлина 30-х годов. Я понимаю, что там осталось очень мало, но на ваш взгляд он там был, стиль ар-де-ко, или тоже тоталитарный? А, прошу прощения, я наконец вижу. Ну, там осталось совсем немножко, конечно, но в сущности, если подумать о ар-де-ко. Да, это очень интересная тема. Мы всегда читали про сопоставление Италии, Германии, СССР. Это каждодневная чтеева, но эта теория, она не подтверждается просто осмотром немецкой практики 30-х годов на натуре, не потому, что ее снесли во время войны. Ее не было построено. Немецкие власти концентрировали свои усилия на иных индустриях, на военных индустриях, а не на строительстве. Кстати, Муссолини как раз очень много построил. Он построил больше, чем Советский Союз, с учетом площади Советского Союза, тем более, и с учетом того, что Италия была маленькая страна и есть. Так вот, практика в Италии была намного более массовой. В Германии было построено настолько мало, что, ну, допустим, не знаю, один к десяти примерно количество зданий, которое было построено в Советском Союзе и один к пятидесяти к Италии. Ну, то есть, нет, понимаете, я пока не заходил и, видимо, не буду заходить на германскую территорию в самоисследовании. Во-первых, потому что есть замечательная монография Маркина про архитектуру, про искусство Третьего Рейха. Во-вторых, я не в состоянии с ними работать. Это выше моих всех сил душевных. Это просто это настолько, ну, это невыносимо для меня. Но обобщая, не было там арт-деко, Шпеер проектировал в самом конце 30-х годов макет Берлина. Это была такая очень специфическая архитектура, но и классическая в своей основе. В ней не было вот этого гена арт-деко совсем. Там есть поводы для сопоставления советской архитектуры просто формально, потому что дворец Фольсхалли должен был быть самым большим куполом в мире, а дворец Советов должен был стать самым высоким зданием в мире. Это справедливое сопоставление. Но стилистически это была архитектура не так талантлива и не так интересна. Она была очень аскетична часто. Например, если вы пройдете по Берлину 30-х годов намеренно собирая эти здания, то это настолько мало художественно или антихудожественно, что невозможно это ни фотографировать, ни показывать на лекцию. То есть это материал, который невозможно переварить просто по непонятным причинам. просто потому, что мы воспитаны на более красивой, богатой архитектуре, более имперской, более монументальной. Для нас Петербург это стандарт того, что такое столицы. Мы понимаем, что мы сравниваем Петербург с Римом, с Парижем. Мы привыкли к какому-то уровню таланта и концентрации сил всех, художественных, любых. Этого в Германии не случилось, потому что была очень короткая дистанция в том числе, потому что Гитлер последний пришел к власти, а Муссолини первым. И действительно, действительно, есть исследования по этой архитектуре, есть специальные лекции даже, которые называются тоталитарной архитектуры, где сравниваются эти массивы, но на самом деле количественно их нельзя сравнивать. А по стилю правильно ли, корректно ли сравнивать макет Фольсхалли и всего, что было задумано немецкими архитекторами с Московским проспектом, который стоит, и мы можем его увидеть в деталях и понять, как они сделаны, эти детали. Потому что, если мы с вами возьмем, например, Троцкого, это понятно, ясно читаемая архитектура, дом советов, а, например, жилые дома Гигелла, которые стоят по бокам, вокруг дома советов, это удивительная архитектура, несказанная, непроизнесенная, выдуманная, и мы можем назвать ее ардеко, но тут неважно, как мы назовем ее. Что ты хотел спросить? Я старался, я старался, как мог. Почему так коротко, Миша меня спросил? Ну, потому что... Все, давай, предоставь... Потому что ты в 20.43 закончила, я думал, что 21.00. Вопросы у тебя есть? Нет? А, давайте, Владимир, слушаемся. Андрей, спасибо большое за лекцию. На самом деле, хочется все-таки узнать ваше мнение относительно современных попыток. Вот есть у нас попытки различных наших, так сказать, современников. воспроизводить ардеко. Как вы считаете, ну, понятно, что есть, наверное, удачные и неудачные примеры, но вообще, в принципе, это возможно сегодня? Или что-то утрачено полностью, это феномен 30-х годов, и как-то вернуться к этому совершенно невозможно? Ну, это очень интересный вопрос. Как мне кажется, сейчас действительно есть круг примеров отдельных работ архитекторов, которые вдохновляются архитектурой ардеко в целом, либо именно архитектуры 30-х годов советской. Но это просто доказывает то, что это стиль, который можно стилизовать, которым можно вдохновляться. И в этом смысле было время очень большого взлета нашей архитектуры, это был расцвет нашей архитектуры. И в этом парадокс, потому что, как мы с вами привыкли понимать, развитие авангарда было остановлено на лету, на взлете. Причем подобная ситуация случилась и с стилем 30-х, потому что его развитие прервала война. И после войны, кроме Мидовской высотки и, может быть, станции метро Электрозаводская в Москве, мы даже не сможем сказать, что вообще существовали послевоенные арт-эко, наверное, так даже неправильно было бы выразиться. Его уже не было. В очень большой степени потому что ушли из жизни лидеры. Щуко, Илья Голосов, они просто были, так сказать, уже ушли из жизни, например. Многие архитекторы просто перестали работать. Лангборд в Минске перестал быть тем, кем он был в 30-е годы, хотя он был жив, а Фридман больше так не работал, как он работал в 30-е. То есть это была смена стиля, это была смена стиля, хотя, как мы уже сказали, доверили этому стилю арт-эко одно из высотных зданий, что довольно почетно, так сказать, в общем-то, дали сделать высотное здание. хорошо, это контекст именно наш, отечественный, но арт-эко был стилем международным. Есть ли, может быть, вы знаете, например, в Америке какие-то попытки сегодня работать с этой эстетикой или ничего подобного нет? Неоклассик это есть, это мы знаем. Я современную, конечно, практику американскую специально не изучал, но если говорить о нашей практике, то, наверное, надо упомянуть какие-то отдельные работы Сергея Чобана, потому что, как мне кажется, там есть некоторые параллели с архитектурой 30-х, вольные или невольные, вот эти воплощенные брельефы, в какой-то степени, мне кажется, это ответ арт-эко в широком смысле. Наверное, какие-то отдельные проекты и постройки Степана Липкорда, то есть, в общем, Степана, это некая стратегия, по которому можно двигаться, действительно, это правда. Насчет того, насколько это развито в Америке, не могу сейчас сказать, зная, что там продолжает быть какое-то такое подземное производство классической архитектуры странного такого качества. Насчет арт-эко не могу никак прокомментировать, не знаю, просто есть ли там сейчас еще какое-то не арт-эко, трудно сказать. Я слышал только, что школу Райта закрыли, вот у него была до сих пор школа. Да, но у Райта была очень сильная стилевая эволюция, я думаю, что школа Райта, она была все-таки, в общем, не в арт-эко, потому что он уже до 60-х годов, доживя, ее, так сказать, дал ей направление уже в рамках современной архитектуры, послевоенной. А что касается арт-эко в Америке, там и другая ситуация влияет. Там очень много этих зданий, и если вы хотите жить в доме арт-эко, то вы покупаете себе этот небоскреб, он есть, он в наличии, он, как сказать, в продаже, тебе не надо строить, собственно, потому там нет рынка. Вот у нас есть рынок новой классики, потому что заказчиков больше, чем сталинских домов. В этом какая-то парадоксальная ситуация. И поэтому есть потребитель для вот этой новой классики сейчас, до сих пор в Москве, в России. А в Америке там, в общем, нету, там не будет в Нью-Йорке строиться дом с колоннами никогда, потому что этих домов очень было много построено тогда. В этом отличие коммерческой архитектуры, западной, или, например, как Древолюционный Петербург, где было очень много построено, в сравнении со сталинской архитектурой, где было построено парадоксальным образом довольно мало. То есть, если мы сравним сами Древолюционный Петербург 10 лет перед Первой войной и 30-е годы в Москве, например, как столице, в пять раз больше, скажем, домов, чем в Сталинской Москве в 30-е годы. И тут надо еще учитывать то, что здания эпохи модерна были, вы понимаете, какие, не мне вам рассказывать, то есть, это начиная от и заканчивая, понимаете, да, то есть, сколько труда художественно было вложено в один дом доходный, то есть, витражи, камины, там, решетки и так далее. А в сталинской архитектуре ничего этого уже не было. Там не было этой концентрации усилий, богатства, усилий разных мастеров, разных, так сказать, по металлу, по дереву и так далее. Там никогда этого уже ничего не было. А в этом еще отличие. Спасибо. Есть ли вопросы еще? Спасибо большое, Андрей. Очень было, мне кажется, в нашем городе важно услышать об архитектуре арт-деко. И мы, ну, по традиции, которая сложилась вот в нашем искусствознании, вообще, так сказать, краеведение, как-то действительно в силу, может быть, советской терминологии тоже, ну, арт-деко воспринимаем как чисто такое действительно коммерческое, американское, французское, что угодно. Вот. Но мне кажется, очень важно, что вы показываете тоже с Аарином, вот эти ранние вещи, которые мы все время идентифицируем с модерном, а на самом деле я совершенно согласен, это уже там виден вот этот ритм, механицизм, который, конечно, арт-декошный. Вот. Ну, напоминаю, что наш курс в этом году называется «Герои архитектуры», и, конечно, арт-деко – это героическая архитектура, как мне кажется. Может быть, об этом Андрей говорил меньше или вскользь, но на самом деле сохранять какой-то, вот особенно в Советском Союзе, работать, даже просто выполняя государственный заказ, когда нужно все время догнать и перегнать, это уже определенная героика, потому что иногда невозможно было или очень просто страшно неправильно отреагировать на те или иные слова сверху. Но удивительно, что действительно спрос на эту архитектуру, на этот стиль сегодня доказывает, что опыт Советского арт-деко он удачен. То есть это случившийся стиль в нашей стране, и я абсолютно тоже согласен, что и сегодня можно с ним работать. Я подозреваю, что все-таки это не только у нас происходит. Скажем так, работа в стилях, она начинается сейчас даже в Финляндии. Это вот то, что мы по крайней мере на уровне разговора, на уровне каких-то споров это есть. Вот. Ну а наш курс будет продолжаться и через две недели мы снова здесь с вами встречаемся. будет очередная лекция в рамках нашего цикла Герои архитектуры. Вот. Так что будет продолжаться. Продолжение следует...